Всем привет, меня зовут Даша Кей, и сегодня я буду делать обзор на две палетки. Казалось бы, они абсолютно одинаковые. Это оригинальная палетка Huda Beauty, это ее подделка, палетка с Алиэкспресс за 350 рублей. А другая почти 5000 рублей. На карантине приехала эта палетка с Китая, я про нее совсем забыла. И недавно Наталина выпустила видео, я такая... И сегодня я попытаюсь сравнить ее внешние и внутренние характеристики, чем же они отличаются и стоит ли переплачивать. В принципе, это риторический вопрос, на который, наверное, вы ответите в комментариях. Эту палетку я покупала в Сифоре. Открывая палетку с Алиэкспресс, тут есть вкладыш. В оригинальной палетке тоже был вкладыш, я его уже выбросила, потому что покупала ее раньше, чем эту. Из отличий только, наверное, надпись и небольшая разница в оттенках. Тут написано Huda Mojo, а тут Huda Beauty. Сзади почти то же самое, единственное оригинальное Huda Beauty сделано в Италии. Тут такое маленькое зеркало по сравнению с оригинальной палеткой. Ну, когда смотришь, все зеркала одинаково. Я не понимаю, зачем они так заклеили, но их дело. Huda Beauty так, кто сделал эту оригинальную палетку. Она одна из родоначальников инстаграм-туториалов. Так, кто привнесла и распространила контуринг, каткриз, накладные ресницы. Какое-то время она брала чужие видео, кто использовал ее косметику, брала себе. У нее так разрасталась аудитория. Таким образом, она сделала свою линейку косметики, а в Китае, естественно, начали просто ее подделывать. Целевая аудитория это арабские женщины, достаточно обеспеченные в Дубайске находящиеся. Ну и не только. Потому что она сама такой немножечко восточной внешности, немножечко. На этой стороне лица я сделаю макияж этой палеткой. Соответственно, на правой стороне лица я сделаю макияж оригинальной палеткой. Человек, не знающий, реально может спутать. Если смотреть на свотч, вот эти самые главные различия. Но я бы не сказала, что эти блески жизненно необходимы. Тут много других крутых оттенков, которыми тоже можно накраситься. Это нижний слой палеток. Жалко, что когда я училась в школе, у меня не было доступа к Алиэкспресс. Тогда это было не так развито. Я себе не могла позволить купить палетку за 5000. Я бы купила бы себе вот такую за 300 и радовалась, и красилась, экспериментировала. Если нужно какое-то супер качество, нереальный шиммер, то, конечно, это просто несравнимо. Есть оттенки, которые несравнимы и не похожи на оригинальные. Еще одно значительное отличие, то, что тут вот кремовый жирный консилер, его используют как базу. Я возьму вот этот вот консилер и нанесу его на всю века. А на глаз из китайской палетки я нанесу консилер, и это будут просто тени. Следующий оттенок будет Трюиз. Главное не запутаться, не нанести ни туда. Слушай, он вообще не набирается. Ну что ж такое-то? Мэтта-курочечка, Мэтта-нежна. Почему я должна страдать за свои же деньги? Для тех, кто любит нюдовый макияж, подойдет. Потому что пигмента нет вообще. Это самый темный оттенок в палетке, и прикол в том, что он выглядит вот так. Тиз, тиз. Тиз, зубы что ли? Ну как бы сразу видно уровень пигмента. Я даже не знаю, как я буду это все вывозить. Ну уже даже заметно, что матовые тени тянутся намного лучше. Какая же разница большая? Где они сделаны, как сделаны, сколько чего добавлено, по какой технологии. Я попытаюсь сюда наслоить еще теней из палетки с Алиэкспресс. Так. Беру опять этот темный оттенок и наношу в складку. Возможно, можно мокрым способом попробовать. Ну вот я набиваю вроде бы уже. Но все равно с этой стороны получилось ярче, и нужно как-то спасать ситуацию. В палетке с Алиэкспресса беру оттенок Love Bite. Потому что какая разница, как она красится. Главное, она красится. И нанесу его вглубь. Господи, они сыпятся так. Эта палетка оригинальная. И наношу его в складку века. Чистой кистью, чтобы смягчить границы. Я не знаю, правда, что там смягчать. Я беру оттенок Play и довожу тушевку до яла. Пипец. Надо плюнуть, чтобы они... С оригинальной стороны тоже беру оттенок Play. Тушевываю. Я беру консилер и буду делать Cut Crease. Это консилер в стике от Arborian. Начинаю отсюда. Так. И с этой стороны точно так же. Теперь кисточкой немного подтушу эту всю тему. Я хочу выбрать немного похожие оттенки. Я думаю, это будет оттенок Fantasy и Fantasy из оригинальной палетки. И нанесу их на Cut Crease. Пальчиком оригинальную палетку. И буду наносить... Наношу вот сюда. У Fantasy из палетки с Алиэкспресс. Ой, слушайте, он тут даже более пигментированный. Но теперь очень глупо выглядит вот этот угол, который темный. Я не знаю, как его затемнить. Потому что даже самый темный не пигментированный вообще. Ой, ну вообще капец какой-то. У меня еще один есть запасной план. Я продлюк открыть на весь глаз. Несу туда темные тени. Получается грязь. Да ладно! Это провал. Да ладно! Сейчас я сделаю стрелку подводкой. Это подводка Too Faced. Она у меня немного в колпачке распушилась. Я накрасила ресницы. И вот что получилось. Палетка с Алиэкспресс за 300. Почти за 5000. Палетка оригинальная. Тут работают хорошо матовые оттенки. Но блестящие, мне кажется, уступают тем, что с Алиэкспресс. Это очень странно. Возможно, я выбрала какой-то не тот оттенок. Теп, тебе больше какой нравится? Глазик, левый или правый? Никогда не бывает никакого однозначного ответа. Всегда выбор стоит за вами. Я вам показала преимущества и недостатки обеих палеток. Сейчас я сотру и сделаю еще один макияж с этими двумя палетками. Оттенок Тедди. Палетка с Алиэком. Ладно, не видно. Возьмем оттенок Рэев. Что-то видно? Чуть-чуть что-то видно. Оригинальная палетка оттенок Тедди. Все, замарала я. И вот как он должен выглядеть на глазах. Тут даже тушевка уходит в красивый цвет. Потом также возьму оттенок Рэйв. Рэйв? Раф. И очень глубже. Какие лайфхаки я придумываю? На центр века нанесу оттенок Infated. Опять вроде красиво. Оттенок Infated в оригинальной палетке. Ну что делать? Как-то вот так, девочки. Вот, вот что осыпалось. Сейчас накрашу ресницы, вернусь к вам. Я накрасила ресницы и поняла, что во внутреннем уголке глаза тоже не хватает немного теней. Возьму ватную палочку. Ватной палочкой нанесу оттенок Charmed. А внутренний уголок глаза. Charmed из оригинальной палетки. Ой, вот такой вот макияж у меня получился. Это второй, хотя он похож на первый, потому что все палетки не розового, красных оттенков. И вот что получилось у меня с этими двумя палетками. Вы видели свотчи. В принципе, понимаете, какие макияжи можно с ними сделать. Я вот не понимаю, китайцев, почему нельзя сделать маленькую палетку? Зачем делать? Нужно именно большую и говняную. Можно же сделать четыре цвета, но таких классных и офигенных за те же 300 рублей. Мне кажется, лучше выбирать тогда оригинал. Сейчас я покажу, какие, может быть, менее красивые визуально, но более функциональные палетки за 300 рублей можно взять в оригинале. Конечно, классно шиммерные палетки делают Beauty Bomb. У них всегда выходит что-то там разное. Вот такая вот у них палеточка. И нашла даже палетку в H&M, которая лучше, чем вот эта палетка. Но если говорить о палетках с Алиэкспресс, то на Алиэкспресс есть бренд Focalure, который для меня это вообще, блин, аналог Huda Beauty. Sorry, Huda Beauty. Тут реально до хрена похожих оттенков. Я бы ее советовала людям, которые любят Алиэкспресс и там дарятся, так скажем. Хоть, конечно, я не советую эту палетку, я все равно на нее оставлю ссылку внизу. Вдруг кому-то понравился один из этих оттенков. Оставлю ссылку на эту палетку тоже в описании. И если кто-то захотел купить оригинальную палетку, то ссылка на нее тоже будет в описании. Я ее брала в Sephora, в российской. Бывает такое, что людям очень нравится дизайн палетки вот дорогой, но они не могут себе позволить, именно поэтому они покупают копию. У всех брендов есть копии, есть хорошие копии. Это, к сожалению, не самая лучшая копия. Палеточки, палетки. А с вами была Даша Кейт. До скорых встреч. Пока-пока. Увидимся в следующих видео. Когда-нибудь мы с Дима Эс, строим вечеринку с Дима Эс и будем вот так вот с котами делать. Блин, я обожаю ее. Маму Степе, правда, уже 6 лет. Он старенький. Я понимаю, конечно, что ты уже за такие гонорары не снимаешься, но можно хоть чуть-чуть в камеру посмотреть. Степа Селеба не хочет смотреть в камеру. А с вами была Даша Кейт. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Пока-пока.